С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это обзор демо-берсии FIFA 20. Итак, друзья, это первое за долгое время FIFA, которое для меня лично стало уже плюсом, так как недавно EA Sports выложили топ-100 игроков, именно золотых, и показали рейтинги. И, наконец-то, буквально вот, если я не ошибаюсь, в 14-й FIFA Лионель Месси в последний раз был выше Крещану Роналду, и теперь он снова лучше Криро. 94 у Лионеля Месси, у Крещану Роналду, к сожалению, понизили. Ну, мне кажется, в следующем году и у Месси должно уже понизить, но у Роналду либо останутся такие же рейтинги, 93-й, либо еще ниже, так как все-таки возраст уже должен взять свое. Мне кажется, у Роналду все-таки убрали из-за того, что он на год там старше Лионеля Месси. Итак, мы все это абсолютно пропускаем. Кому интересно, вы можете сами установить демо-версию и поиграть. Тем более, я первый раз играю. Ну, давайте, пожалуй, начнем с футбола Вольты, потому что это новый режим FIFA Street. Тоже будет здесь небольшая такая история, как с Алексом Хантером, только здесь вы будете за своего определенного. Так, вот это мы уже все знаем, наблюдали у всех, и, я так понимаю, это даже нельзя пропустить. Да, как мы понимаем, нельзя пропустить, но давайте все-таки это посмотрим. Итак, мы видим Венюсиса Джуниора. Стадион Сантьяго Берн... А, нет, это Аякс. Это стадион Амстердам-Арена. Вот, играет Мандридский Реал против Аякса. Один финн, другой. И Венисис Джуниор на финте убирает. Пробивает. Как мы понимаем, забивает гол. Мы видим здесь Бензема. Азарт к нему побежал. Ну, и со спины еще и Лука Модрич. Не знаю, зачем вот это вот нам сейчас показали. Может быть, приснилось такое ему, что он забивает Аяксу. И вопрос, это в его мечтах забить Аяксу. Ну, а теперь нам показывают такой футбольный район. Сейчас непонятно даже где это. Либо это Европа, либо это Америка. Но так если смотреть, то это, наверное, все-таки Европа. Наверное. Вот мы видим, мячи такие точно нету. Их на улице. Именно в уличных футболах таких мячей абсолютно нету. Там обычные, такие кожаные. Так мы помним, есть такой мяч Фи Фи Лежер. Просто кожаный мяч старый. Вот такими примерно играли мячами. Итак. Амстердам. И все-таки я угадал, что это Европа. Ну и вот она, наша команда. Команда Вольта Футбол написана. И против нас играет Лайн ФК. Не знаю. Так, вот это мы сразу давайте уберем. Тренерские настройки. У нас самый минимальный рейтинг в команде. 79. Нехагайджа. У нас капитан команды. И Джей Зиньо. Как мы видим, у нас сразу есть уже девушка в команде. Так что это добавили. Что девушка может играть против парней. Но здесь, наверное, все-таки Фи Стрит стоит, пожалуй, акцентировать именно на финтах. Потому что просто так можно и поиграть в обычных матчах без финтов, забегами. Последних лет уж точно, раз три подряд Лиги Чемпионов взяли. Пропускаем мы первый. Вот так вот раскатано. И вот почему-то у них такие прям удары идут. Эдор Ван Гильз. И все-таки мы забиваем отлично. 1-1. И почему-то не показали повтор. Джей Зиньо забивает. Ну и все. Винитиус. Есть. Прямо вот забивает. Вот она, кстати. Режим повторов теперь в Вольте. Кефе Стрит. Так ее будем называть. Так привычнее, чем Вольта. Есть вот такое видеоповтор и празднование, чтобы записывались на телефоны. Ух, как отлично здесь. Мяч вроде у нас остается. Вот, я просто пнул. Нажимал на удар. Он просто попал вот в нашу Джей Зиньо. Отлично. 3-1. Джиньо у нас забивает. Спокойно. 3-1. Играем мы здесь до 4-х забитых мячей. Ох, две штанги отстучал перед самым перерывом. По статистике мы видим, что у нас больше ударов. Но в створ у них больше. У команды мы увидели уличные короли. Вот. Потому что здесь очень тяжело приручиться. Вот если играть именно с другом, то у вас будут подобные статистики. Я надеюсь, удары будут в этом режиме очень много, но в створ будет очень мало. Но это поначалу. Нужно все-таки привыкнуть к этой технике еще. Потому что лет 10 назад было выпущено FIFA Street. Ага, тут и штрафные все-таки тоже есть. Мы будем запоминать. Спокойно. Ух, как Венисио Джуниор. И вот так вот просто отдали на ногу сопернику. Счет уже не в большую пользу нашу. 3-2 счет. Нет, все равно не получилось. И вот он выход один на один. 3-3 счет, друзья. Ну и сейчас кто забивает первый, тот и выходит. И выигрывает уже этот матч. Немножко на хоккей здесь похоже. В овертайме. Итак, Венисио. Решай. Отлично. Просто здесь потихонечку уже решил даже не рисковать. Дошел до ворота. Уже нажал на этот удар, чтобы он мимо не полетел. Итак, мы выиграем. Венисио с оценкой 10 из 10. 3 мяча он вроде забил, да? И не отдал ни одной голевой. Итак, на этом все, что нам решило показать FIFA. Электроники. Именно режим вольты. Всего лишь один, единственный вот такой вот матч. Но все-таки, мне кажется, будет это намного интереснее, когда мы сможем реальными командами сыграть в этот режим. Там зал может быть. Также на улице также можно сыграть. Так что это мы все знаем, что будет. Итак, какие команды есть в демо-версии? PSG, Real, Tottenham, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, PSG. Ну что же, давайте посмотрим более-менее, какие здесь появились красивые формы. Мне очень понравилась форма, которую сделал Adidas и Real в этом сезоне. С золотыми буквами, во-первых, спонсор. И сзади имена игроков. Очень это красиво выглядит. Здесь вот такая вот. Ну и у Tottenham, мне также очень понравилась форма, которую сделал Nike некоторым клубом. Вот, на дополнительной форме мы видим возле эмблемы прямо написано Nike. Это, мне кажется, очень даже красиво. Давайте теперь мы посмотрим Дортмундскую Боруссию и Chelsea, к примеру. У них Puma. Вот, мы видим у Chelsea тоже спонсор Nike. И также написано на дополнительной форме. Ну вот, у Боруссии не сильно изменили форму. Так же, как и у Chelsea. Все так же синяя и белая, домашняя и гостевая. Но все-таки какие-то там рисунки отображаются симпатично. Итак, идем мы дальше. Liverpool и PSG. Да, последние команды. Ну, у Liverpool интересно так сделали Getter. Мы видим, такой идет как будто поверх Getter. Надеты еще и белые носки практически до середины голени. Но выглядит это симпатично. Вот так вот изменено. Новый спонсор AcroLife Limitless. Вот так мы видим. Джорданы везде. Вот они просто две такие формы. Мне кажется, вот эта вот форма будет популярнее у многих в FIFA. Будут ее чаще всего надевать. Но я, пожалуй, сыграл бы именно вот этот матч. Почему бы и нет Liverpool против PSG. Именно такой у нас был финал турнира, в котором я одержал победу над Вовой. Ну и давайте на легендарном, пожалуй, мы сыграем. Сантьяго-Барнабелло есть стадион, есть Стамфорд-Бридж и есть Тоттенхем-Ходспур. Давайте так, быстрые замены тут есть. Ну и эти все здесь по умолчанию. Правила игрорукой мы включим, пусть будут. Так. Ну все, сыграем, почувствуем игру. Ну и давай также, кому интересно, рейтинги. Все и так известно. Вот что появилось. Это новое. Мы видим сейчас на правой плашке появились именно те характеристики, которые в Ultimate Team на карточках в игроках. Самые основные это дриблинг, удары, пасы, скорость, защита и физика. Так что это удобно. Вот, например, для такого сравнения, даже вот, давайте возьмем Салаха и, например, сравним его с Шакири. У Шакири намного, на чуть-чуть, на единицу, всего лишь лучшая защита. И вот так вот нам показывают, что пасы, например, у них вот одинаковые. И так вы можете ориентироваться и решать, кого заменить. Вот они все, игроки Ливерпуля. Ну что же, давайте начнем. Первый наш матч Ливерпуль-ПСЖ. Именно матч полный, а не Вольта. Ну что же, поехали. Мы также видим, что немножко изменилась сама графика Ливерпуль-ПСЖ. Когда мы видели сейчас, что нам разрешили уже заходить в игру, появилась такая интересная плашка. Теперь она немножко изменена. Так, ну снова тренер отключаем. И мы видим, что сейчас немножко вот тоже они здесь изменили. Теперь у нас так вид сверху прям. Ну так, мне кажется, тоже удобно. Все это, конечно же, для начала в новинку, нам кажется, в диковинку. Но потом это все, естественно, привыкнется и абсолютно забудется, как это было, например, даже в прошлой версии Фи-Фи. Но он чувствуется, чувствуется уже сразу что-то не так. Изменения, естественно, они хоть какие-то должны были сделать. И это чувствуется, это мяч. Это физика мяча, как нам говорили все. Вот он, Баппе против Матипа. И на дальнюю, на Мюнье. А он пробивает, но у нас тут Вирджо Ван Дайк. И отлично, Алисон тащит этот удар. Кто не знал по рейтингам, Алисон, лучший голкипер АПЛ наравне с Дхэй. Он 89-й рейтинг у них. Но лучший все-таки голкипер в игре, это Ян Оба. Но все-таки нельзя говорить, что это окончательный, как нам сами электроники говорят, пропускаемый пока что гол. Как говорят электроники, это не окончательный продукт, не конечные данные, которые вы сейчас предоставляете в этой демо-версии. Так что что-то будет, наверное, какие-то еще изменения добавлены. Но ждут, наверное, электроники, какие изменения выскажут. Есть на это у любителей серии FIFA еще 9 дней. Потому что у тех, у кого есть, во-первых, предзаказ на FIFA, они получат ее за 3 дня раньше. И у тех, у кого есть подписка EA Access, получат ее вообще уже 19 сентября. Ну а мы вот так вот пробьем. А почему на воротах стоит интересный Альфонс Ареаля? Если он уже в мадридском Ареале, здесь уже Келлар Намбас должен был бы стоять. Ну, в шестерочку-то закручивали. Салах. И вот он шанс у Салаха. И все-таки забивает Роберто Фермино уже в пустые ворота. Счет 1-1. Прямо в раздевалку забивает Фермино и сравнивает счет. Во-первых, так неплохо получилось у нас отдать этот разрезной пас. Пас на Салаха. Уже здесь тягу Сильва не контролировал. Но удар тоже хороший, потащил все-таки Ареаля. Но прямо на ногу отдал Роберто Фермино. Ну, счет у нас пока что 1-1. Посмотрим по статистике. По ударам мы побольше пока что, так же как с владением. Но все-таки Голта забил первым нам ПСЖ и присел. Я бы все-таки, наверное, попробовал бы выпустить вместо Хендерсона. Не знаю. Давайте все-таки Кейту посмотрим. И также бы потом попробовал вместо Роберто Фермино Ореги выпустить. Ну и Шакири бы куда-нибудь тоже бы поставил вместо Винал Дума, например. Так что мы продолжаем второй тайм. Здесь Алисон должен быть первой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как Неймар-то здесь плоховал. От него все равно ушел мяч. Хорошо. Кейта. На Фермино. И будет ли удар, и это 2-1 Роберто Фермино забивает. Буквально нам понадобилось 7 минут во втором тайме, и мы уже забили. Снова Роберто Фермино, он делает дубль в этом матче. Но здесь хорошо здесь получилось. Здесь поставили корпус, развернули, и просто здесь никого не было. Эта позиция, наверное, Маркини, это все-таки была. Вот он уже бежал здесь, но не успевал за другим бразильцем. За Роберто Фермино счет 2-0. Посыпался пассажир. И вот он, верайте, перехват. Опасный момент. Мюнье. Ковани. Какой гол в ближний. В ближний угол он пробивал. И отлично. Просто заставил сейчас Ковани врасплох Алисона. От штанги еще и забив. С такого вот угла. Алисона уже думал, что гола не будет. Уйдет, наверное, мимо. Пространство там было маленькое, но Ковани все-таки умудрился и забил. Так, у нас здесь остается 10 минут. Почему бы и не выпустить. Во-первых, Ореги. Ну и вместо Вейнану, думаю, я бы хотел бы посмотреть Шакири. У него позиция ПФА и ПП, но мне кажется, можно его все-равно затестить здесь. Идут у нас замены. И забивает Мане. 3-2 счет за 5 минут до конца. Ворота ПСЖ были снова... Снова забит мяч и снова Ариоля достает уже третий мяч из сетки своих ворот. Тут абсолютно почему-то никто не держал Мане. И вот так вот хорошо и в дальний угол с подкруточки забивает Садио Мане. Все, должен всегда победа со счетом 3-2. И здесь уже второй раз подряд я обыгрываю ПСЖ. Первый раз все-таки в финале турнира. Но матч, мне кажется, классный получился. И голы мы увидели. К сожалению, не было ни штрафных, ни пенальти в моем исполнении. Так что не получилось вам показать тот новый движок, который сделали специально для исполнения стандартов. Но мы сыграем еще один последний матч в обычном режиме. И, пожалуй, я бы хотел сыграть и посмотреть на Эдена Азара в Мадридском Реале. Сыграем мы сейчас за Мадридский Реал. Давайте против Дортмундской Баруси. Либо все-таки нет. Вот охота посмотреть на Челси. Теперь, каков он будет без именно Эдена Азара. Что он встречается против своей бывшей команды. Вот они, рейтинги игроков. Эден Азар. Вот Венисио здесь. Я все-таки поставлю Бейла. Хотя мы сделали очень большой даунгрейд на минус 3 единицы, если я не ошибаюсь. Был у него 88. Теперь 85. Скорость 91. Но все равно скорость высокая у него осталась. Сейчас посмотрим. Именно скорость рывков 91. Разгон 90. Ну да, средний 91. До сих пор отсюда не убрали Наваса. Я, пожалуй, его поставлю. Потому что это просто легендарный голкипер у мадридского Реала. Марсело тоже сделали ему даунгрейд. Ну и во втором тайме я, пожалуй, бы выпустил. Куртуа вообще уберу. Надеюсь, согласятся со мной болельщики Реала. Выпущу Лунина во втором тайме. Ну и также уберу чемпиона мира. Хочу посмотреть на игру новичка Эдера Милитао. И также посмотрим на Йовича вместо Бенземы во втором тайме. И также хотел бы снова посмотреть на Хамеса Родригеса. Тоже ему сделали даунгрейд 88. Я как помню его последнюю карточку. То ли это 18-й фифа, то ли это 19-й такая была. Но все-таки даунгрейд тоже он получил. И также сыграем давайте на стадионе Стэнфорд Бридж. Поехали. Второй наш матч. Реал против Челси. Продать его хотели в этом году, но он остался в клубе. И вот он Гаррет Бэйл. Где твоя скорость 91? И, ну все-таки-то забил. Гаррет Бэйл забивает. В реальной жизни хоть у меня он забьет. Не с первой попытки, так со второй. Да еще и правой нерабочей ногой он забивает. 1-0 уже на 9-й минуте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какую пушку сейчас забивает Педро. Распечатал все-таки ворота. И мадридского Реала, и вот здесь теперь уже Кейлор Навас не спасает. Здесь просто раскатано было. Прямо на ногу скинул Серхио Рамос. Ну и Педро. Решил не прощать соперников и забивает, реализовав свой момент. Так, идет наверх. Ну и тут Жеру, естественно, забивает. Я уже начал даже говорить, что он забьет головой. Кто бы сомневался. Немножко вспоминаю. Сейчас обидно от этого становится. Как-то я тоже вот играл против Ярослава, когда мы делали финал Лиги Европы. Играли с ним. Просто такой наш был прогноз. И тогда три мяча забил Жеру ворота Арсенала головой. Но, к сожалению, один там мяч засчитали как автогол. Так что дубой был Оливье Жеру. Но все равно проиграл тогда Челси с отсчетом 4-3. Отлично здесь Модрид. На дальнюю здесь Азар забивает. Но все-таки я нажму, чтобы он не праздновал. Все-таки мяч ворота бывшей команды. Но Азар какой-то вот, не скажу, что сильно прям похож. С ним какие-то у него глаза большие. Но все-таки все равно забивает перед перерывом. Счет 2-2. Мать красивый. На голы уж точно не скупились команды. Бэйл. Йо-йо-йо. Аккуратнее здесь. Марка Солонка. Получит он, мне кажется, желтую. Должен хотя бы. Да, получается, там все-таки это срыв перспективной атаки. Конечно, там не 10 в 1 выходили. Но все равно момент был. Я бы отдал бы на Азара и уже бы создался бы опасный момент. Но я все равно отдаю на Азара. Выносит уже просто мяч. И будет сейчас свисток на перерыв. Счет 2-2. Матч классный уже получается. Получилось забить за Эдена Азара. 3 удара. 3 в створы. И у Челси чуть-чуть похуже. Со статистикой в плане ударов. Но все равно 2 удара, 2 в створы, 2 гола. Ну а здесь по владению за Челси. Зато точность ударов у нас одинаковых. Ну и пасуемся примерно одинаково. Итак, Бенземы практически я вообще не видел. На поле ее Вича посмотрим на этот новый трансфер. Луку Модрича я, пожалуй, переставлю на позицию опорки. Вместо Казимира. А вместо Казимира я выпущу Хамеса Родригеса. У него левая нога. Нормально на правого центрального полузащитника я его поставил. И вот так вот Марселла отдает безофсайдно на Эдена Азара. Он пробивает, но Кепа все-таки тащит. И отлично выводим один на один Йовича. Йович не забивает. Так, остается 3 минуты. Хамес Родригес составляет мяч у мадридского Реала. Тони Кросс находит Эдена Азара. И забивает Йович. 3-2. Мы все-таки все равно забиваем. Абсолютно идентичные два матча. Мы выигрываем в них. Со счетом 3-2. И снова нам приходилось, друзья, отыгрываться. Так же, как и в матче Ливерпуль-ПСЖ. Но замечательно сыграл вообще Азар в этом матче. Лук с голевая у него. Забили два новичка Реала. Ну вот Иска теперь выходит уже под конец. Самое пекло, когда сейчас Челси будет бежать сломя голову. Он остается забить один мяч. Но нет, все. Даже не успел Иска потрогать мяч. Побеждает мадридский Реал со счетом 3-2. Лондонская Челси. Посмотрим сейчас. Естественно, мне кажется, лучший игрок это Эден Азар. Так оно и есть. 9-3. Один гол, одна голевая. Удара 2-2 в створ. Было. У Челси ни одного так удара во втором тайме не случилось. Поэтому они, скорее всего, и не забили. Хотя точность пасов у них все-таки была. Выше и после первого тайма. Ну что же, классный матч получился. Что я могу сказать насчет Фифы? Фифа, мне кажется, не сильно таки изменилась. И зря ее так назвали. Фифа 20. Все-таки это Фифа 19 в версии 2, мне кажется. Будем смотреть, что будет в основной версии. Она выйдет 27 сентября. Так что ждите. Я не знаю, стоит ли вообще запускать стрим сразу же в этот же день. Я хотел сам бы все это прочувствовать. Потом уже начинать запускать стримы. Которые будут у нас очень часто теперь с выходом Фифы 20. Наверное, каждую неделю уж точно будет. Пока же не буду раскрывать всех карт. Но у меня грандиозные планы на Фифу 20. Будет очень много контента. Так что, если вам понравился этот видеоролик. И вы хотите видеть еще ролики по Фифе 20. Пока что только могу вам предоставить именно демо-версию. Например, пригласить Максима, сыграть с ним. И послушать еще его мнение. Так как он все-таки полуфиналист. Полуфиналист прошлого турнира Лиги Чемпионов Фифа 19. И он уж точно тоже может дать кое-какое мнение о новой игре. Но все-таки это еще не конечный, мне кажется, результат. Что-то должны еще изменить электроники. Если вы хотите видеть Максима, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Давайте наберем здесь 20 лайков. И тогда будет еще один выпуск по демо-версии Фифы 20. Уже сыграем с Максимом. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этажин. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok